В прямом эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Товарооборот между Башкортостаном и Германией по итогам первого полугодия этого года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 219,5 миллионов долларов. Такие данные привел глава региона Рустам Хамитов на встрече с представителями парламента свободного государства Саксония. Республика экспортирует в Германию в основном нефтепродукты, а также минеральные удобрения и другие продукты химической промышленности. В обратном направлении следуют оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, а также фармацевтическая продукция. По мнению главы региона, сегодня, учитывая сложную геополитическую ситуацию, на первый план выходит сотрудничество на уровне как раз-таки регионов. Наши партнеры из многих стран подтвердят, что в Башкортостане созданы наилучшие условия для комфортной работы бизнеса. В целом, в нашей открытии к сотрудничеству, доброжелательном отношении к вашей стране, друзьям из Саксонии, конечно же, ничего не изменилось. Нам очень нужно просто необходимо взаимовыгодное сотрудничество. И следующими пунктами, где мы могли бы эффективно сотрудничать, были бы пункты инфраструктуры и образования. Мне sicherlich bekannt, что мы в Саксонии производим вагоны. Кроме того, у нас есть очень хорошие технологии в сфере окружающей среды и сельского хозяйства. Кроме того, в Саксонии многие студенты изучают русский язык. Участники встречи подчеркнули, что сотрудничество Саксонии и Башкортостана является плодотворным среди перспективных направлений машиностроения, сельское хозяйство, высокие технологии, в том числе в сфере экологии и переработки отходов. Проект строительства восточного выезда из Уфы получил отрицательное заключение специалистов глав госэкспертизы, сообщает издание «Медиакурсеть». Это значит, что башкирской концессионной компании, которая занимается строительством выезда, придется готовить и подавать документы заново. По мнению экспертов, это повлечет за собой перенос сроков строительства объектов. Напомню, проект также не прошел внутреннюю экспертизу Росавтодора в 2012 году, когда предпринимались попытки получить финансовую помощь из федерального центра. Проект так называемого восточного выезда из Уфы на трассу М-5 подразумевает строительство 15 километров автодороги с тоннелем протяженностью более километра и мостом длиной в 2,5 километра. Крупнейший инвест-инфраструктурный проект в регионе оценивается в сумму около 34 миллиардов рублей. Большую часть из этой суммы планируют привлечь в новом банке развития БРИКС. Кроме того, сообщалось, что, возможно, федеральная поддержка. В Башкортостане участились случаи так называемого мисселинга. Речь, по сути, идет о введении в заблуждение и навязывании одних финансовых услуг вместо других. Так, уфимская пенсионерка Люция Шарафуддинова вместо обычного депозита открыла индивидуальный инвестиционный счет и потеряла деньги. Женщина уверяет, она хотела продлить срок депозита, однако в банке ее убедили заключить якобы более выгодный договор. Вклад с повышенной ставкой решила уфимка и подписала документы. Когда я уже, конечно, подписала этот договор, они мне говорят, что немного денег нужно заплатить. То есть 3% от вклада. Она мне заранее ничего даже не говорила, что нужно заплатить. Я в таком потрясении пошла домой. Но на следующий день я пришла обратно и сказала, что хочу расторгнуть этот договор. Но мне сказали, пожалуйста, договор мы можем расторгнуть. Но эти 3% уже вы не получите. В общей сложности из 9 тысяч прибыли пенсионерки по процентам 7 отошли кредитной организации. В Национальном банке Республики отмечают, чаще всего в таких случаях взамен обычного вклада клиент заключает договор на инвестиционные продукты либо на приобретение ценных бумаг. Подмена обнаруживается, как правило, только при досрочном закрытии вклада. Банк России, конечно же, намерен добиваться полной прозрачности при продаже инвестиционных страховых продуктов. В этой связи были даны рекомендации кредитным организациям с помощью специальной формы разработанной информировать граждан, потребителей о особенностях предлагаемых им финансовых продуктов. Кроме того, такие же рекомендации войдут в стандарт защиты прав потребителей финансовых услуг, который будет разработан в ближайшее время для некредитных финансовых организаций. Это частные случаи некорректных продаж, говорят в нацбанке, и рекомендуют быть внимательными к деталям договора. Когда в документах стоит ваша подпись, доказать в суде, что клиента ввели в заблуждение, очень проблематично утверждают правозащитники. За почти 10 лет работы вернуть деньги удалось всего пару раз, и оба во внесудебном порядке заявили нашему телеканалу в общественной правозащитной организации. Один раз как раз таки с помощью средств массовой информации, которые рассказали о потерпевшем, и после чего банк предложил, ну, возместить ему, вернуть все деньги по инвестиционному заговору. Второй раз мы, собственно, воспользовались ошибкой продавца этого продукта. Страховая компания, которая продукт продавала, она потребителю предоставила старые правила страхования. Юристы говорят, какими бы выгодными ни казались условия, пока нет полной прозрачности, подписывать договор не стоит, особенно когда речь идет о страховых и инвестиционных продуктах. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро теряют позиции. Американская валюта упала на 73 копейки, 67,79 евро просел на 84 копейки, 78,40. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Промтрансбанке за 67,25, продажа в банке Нива за 67,64. Наиболее выгодные предложения по покупке евро снова в Промтрансбанке за 78,10, по продаже в банке Нива за 78,44. К этому часу у меня все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова